Всем привет! Мы приехали на дачу, и сейчас будем открывать дачный сезон. Что это такое? Это означает, что дача стояла пустая всю зиму, и сейчас мы будем её убирать. Нужно затопить печь, подвести воду, всё почистить, помыть, чтобы было чисто и красиво, и чтобы можно было жить и ночевать в тепле. Это наш дом, а это баня. Сейчас я покажу, как дача выглядит внутри. Во-первых, чтобы вы не пугались, сразу предупрежу, что мы привозим сюда много бумаги, много мусора для сжигания, поэтому кухня сейчас превратилась в такое место для сбора бумаги, картона, бумажных упаковок. Ой, как здорово вышло солнце. Сейчас ещё не тёплая погода, примерно плюс 4 градуса. Ночью, возможно, будет температура ниже нуля, но это нас не пугает. Я думаю, что в доме будет очень хорошо и тепло. Пойдёмте внутрь. Добро пожаловать на русскую дачу. Вот, посмотрите, в течение зимы она стояла пустая. Это наш мусор, который мы привезли, чтобы его здесь сжечь. Это небольшая кухня. Всю посуду нам нужно будет сегодня помыть, потому что она стояла здесь всю зиму и могла запылиться. Это посудомоечная машина. Там находится туалет и душ. Для русских людей дача – это место, куда очень часто привозятся вещи из дома. А в этой комнате находится русская печь. Мы подготовили дрова, и сейчас нужно затопить печь, чтобы в доме стало тепло. Здесь можно готовить пиццу, пироги, всё что угодно. Нужно подождать примерно три часа, чтобы дом полностью протопился, то есть стал тёплым. Мы взяли с собой Сёмика, и он уже спрятался на печке. Я сейчас попробую его показать. Сёмочка? Ты что там прячешься? Сёмочка. Сёма спрятался на печке. Нам сегодня нужно будет навести порядок в доме, подготовить чистое постельное бельё, пропылесосить ковры, и сделать так, чтобы в доме было приятно жить. Здесь находится книжная полка. Вот такое окно. Это старые французские часы. Пойдёмте, я покажу второй этаж. На этой даче очень много старых вещей антикварных. Вот здесь второй этаж. Здесь всё тоже нужно будет навести порядок. Здесь специально висят одеяла, чтобы они не сырели в течение зимы. Это коллега, фрекция пластинок. Смотрите, какой вид из окна. Сегодня просто чудесная погода. Очень солнечно и красиво. Пойдёмте, я покажу вам пруд и пчелиные ульи. Здесь летает много маленьких птиц. Вот наш огород. Сейчас, конечно же, здесь ничего не растёт, кроме этих яблонь и груш. И скоро мы начнём сажать картошку, разные овощи. И к сентябрю будет урожай. Смотрите, я иду, и птицы взлетают с деревьев. Вот это красивое дерево называется кедр. Сейчас я иду на пруд и как раз покажу наши пчелиные домики. Птица взлетела. Вот это маленькие пчелиные домики. Здесь живёт несколько семей пчёл. Земля ещё немного влажная, потому что только вчера шёл снег, поэтому земля ещё как следует не просохла. Вот это такой небольшой пруд. Здесь бывает... Утка! Какая большая! Вот, понятно, что здесь живёт утка. Вот она полетела. Сёмик очень любит гулять вокруг пруда, смотреть на стрекоз. Здесь в этом пруду есть рыбы, лягушки, разные мелкие насекомые. Ну что, пойдёмте подготавливать дом. Я расскажу, какие слова мы используем, когда говорим об уборке. Я думаю, что, возможно, вам это пригодится. Для начала мне нужно выложить все продукты в морозильную камеру и в холодильник, чтобы они не испортились, так как мы собираемся готовить на даче. Замороженные продукты я кладу в морозильную камеру, а остальные в холодильник. Мне очень нравится, когда мы готовим супы на даче, особенно если это происходит летом, так как летом очень много вкусной зелени и ароматных трав. Затем мне нужно пропылесосить. Это называется пылесос. Пылесосить ковры, пылесосить пол. Далее мне нужно подмести пол, чтобы убрать остатки опилок. Вам нравится подметать пол? Затем я набираю ведро воды и мою пол. Мыть пол во всём доме очень важно, чтобы воздух оставался чистым. И напоследок я беру влажную тряпочку и протираю пыль. Протирать пыль в доме рекомендуют каждый день. Затем я наливаю себе чашку чая и наслаждаюсь тёплым, уютным вечером. Спасибо, что посмотрели это видео. Мне очень важны ваши комментарии. Если вы хотите поддержать этот канал, можете стать моим патроном. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok